Государство пошло на уступки при назначении детских пособий. Даже с двумя машинами или домами теперь семьи могут рассчитывать на детские пособия. Итак, с 1 апреля 2022 года меняются правила комплексной оценки нуждаемости. Речь идет о назначении выплат на детей в возрасте от 3 до 7, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременним женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а я перехожу к теме видео. Новые правила утвердило российское правительство. Власти перестанут учитывать при оценке ненуждаемости семьи и жилье, транспорт и имущество при двух условиях. Первое. Если оно находится в розыске или под арестом. Второе куплено за счет средств целевых субсидий. Ведь нередко случаи, когда отказывают в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7, потому что у семьи числится второй автомобиль или другое транспортное средство. Но фактически его нет. Например, находится в угоне или стоит у деда в гараже и уже давно не на ходу. Банально не было времени снять с учета. В результате получается, в орган соцзащиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. В итоге, малообеспеченная семья не может получать поддержку от государства. Адекватная оценка. Впрочем, это не все новшества. Исключается из учета некоторых видов доходов при расчете среднедушевого дохода семьи. Например, целевые средства на развитие собственного дела. Также теперь не будут плюсовать доход средства материнского капитала, полученные в денежной форме. Не будут учитываться налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества. Существенно смягчается правило нулевого дохода для беременных женщин. Теперь, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, все же может получать выплаты. Кроме того, правило нулевого дохода не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель. Идем дальше. Также по новым правилам устанавливается беззаявительный перерасчет выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума. Напомню, будущие мамы могут получать новые выплаты в размере 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения по региону. Размер выплат на ребенка от 3 до 7 зависит от годового дохода семьи на дату обращения за пособием. Он может составлять как 50, так и 75 или 100% дохода. Если доход семьи с учетом выплаты все равно остается низким, то платить будут больше. Напомню, размер ежемесячного пособия одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет равен 50% прожиточного минимума. Для детей в регионе. Власти решили поддержать малообеспеченное население. Но, чтобы получить деньги, необходимо попадать под определенные критерии. Пособия назначают, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. И семья соответствует имущественным критериям. На деле оказалось, что действительно нуждающиеся семьи могли получить отказ и получали его. Пока еще действуют правила назначения пособия на ребенка от 3 до 7 и на ребенка от 8 до 17 являются очень жесткими. Сейчас вроде бы власти поняли свой просчет и начали менять подход. Но опять же, последние изменения стали ответом на обращение Совета матерей, куда поступали жалобы по этой теме. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца. Если вам была полезная информация, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних юридических изменений. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok